здравствуйте и с вами доктор шилов автор проекта доктор шилов . ком а также проектом макивара . ру я хочу рассказать вам в этом видео о том как бегать по пляжу я поделюсь с вами собственным опытом дело в том что пляж будет абсолютно разные и бегать по пляжу это совсем не то что бегать по асфальту и даже по пересеченной местности по грунтовой дорожке это разные вещи и пляжи кстати тоже разные бывают о чем я сейчас и расскажу вот например нагуа нагуа есть места где пляжи по 40 километров длиной и настолько там с пологие спуск на пляж идет что в общем-то перепада вот угла в сторону моря нету практически вообще совсем и поэтому никакого перекоса бежать очень шикарно еще и шикарно и потому что песок неважно там был прилив отлив сырой песок или сухой он все время довольно плотный если как долго на месте постоять особенно если волны подходят то ноги начнут с проваливаться но когда бежишь он легонечко пружинит прямо как профессиональная дорожка дан в лихо анталитическом манеже вот прямо такое же вот ощущение поэтому бегать можно и в кроссовках и босиком и как угодно и в выкаралках и в какой-то обуви специальной там и но лучше босиком конечно понимаете по пляжам лучше бегать босиком там а-ля бекила да помните бекил который был двукратным по моему чемпионом по марафону ну олимпийских игр чемпион так вот значит бежать удобно и поэтому вы как встали зарядили в одну сторону потом в другую хоть четверть марафон хоть полу марафон хоть сколько хочется а вот здесь вот посмотрите ведь вот этот пляж это на шри-ланке это пляж а майя бич от отеля который находится вот там в той стране где живу и до конца вот той косы всего всего-навсего два километра ну казалось бы совсем немного да то есть два туда два назад в 4 так вот я расскажу вам как осваивал я значит эту дистанцию на самом деле опыт у меня есть поэтому я делюсь не тем как я именно здесь осваивают а вообще каков подход должен быть во первых я рекомендую для начала вам все-таки по пляжу прогуляться посмотреть насколько рыхлый песок и сильно ли проваливается потому что пляжи разные бывают я уже говорил об этом и смотрите что бывает бывают такие пляжи вот как вот здесь а что когда сырой песок вот на приливе или там отливе то нога в него проваливается сразу по щеколотку вот вы когда пешочком пойдете вы это быстро поймете мы конечно когда бежите нога проваливается меньше почему потому что идет ударная нагрузка а песок сырой он работает как вот эти вот не ньютонские жидкости то есть они чем сильнее и что удар касание тем они более сплотные стоит только встать на месте и поехал сразу вниз что называется но тем не менее когда бежишь особенно на носках нога проваливается бежать довольно сложно есть единственная панацея в том что можно бежать через пятку это очень это облегчает тему для новичков или суставов это более-менее нормально то есть ударные нагрузки как 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 таковой нет потому что пятка проваливается в песок вот но здесь другие нюансы есть из-за того что очень много подключается мышцы стабилизаторов нагрузка идет на стопу на голеностопный сустав и на колено чрезвычайно большая потому что нога все-таки она немножко виляется то где-то больше песок провалится под латеральным краем стопы где-то под медиальным и так далее нагрузка на икры то есть и на кроножную мышцу и на комбаловидную мышцу и как это ни странно на переднюю поверхность голени тоже потому что носок приходится еще и задирать вверх так вот если у вас опыта по пляжу нету бегать то я рекомендую вам начинать с маленьких дистанций даже если вы спокойно пробегаете десятку пятнашку я рекомендую в первый день пробежать на километра 2 может от сил и не больше просто посмотреть как это будет объясню почему вы не устанете вы не запыхаетесь если вы тренированный человек если не тренированы тогда тем более больше километра бегать не надо вопрос в другом из-за того что нога работает немножко по-другому подключаются много мелких связок можно их так хорошо раздергать что вы потом на три-четыре дня можете выпасть из бегового процесса вообще а вам оно надо если вы любите бегать зачем вам потом терять несколько дней времени для того чтобы нормально восстановиться более того еще не факт что вы нормально восстановиться понимаете вот ваша связки восстанавливаются довольно долго а на отдыхе у вас нету не физиотерапии не мази там адекватных ничего другого тому же вы будете путешествовать там возможно лазить по горам и что-то еще активный образ жизни вас а связка не восстановится вот поэтому я вам и рекомендую начинает потихонечку и потом каждый день увеличивать там на километр на два потом можно сразу уже нормально делать все потому что вы просто приспособитесь довольно быстро вот еще очень важный момент я не зря сказал когда прогула рассказывал что там ровный совершенно пляж здесь же пляж и очень часто так бывает они бывают вот так вот под углом и поэтому когда вы бежите в одну сторону то что происходит это со связка которая у вас будет на ноге которые ближе к морю латеральные коллаперальная то есть это связка колена на ноге который ближе к морю связка то тоже который будет ближе к морю она будет нагружаться намного больше потому что вы чтобы держать нормальный центр тяжести будете перевешивать его на эту ногу и соответственно на противоположность на ноге медиальная связка будет нагружаться коллаперальная тоже больше то есть это та связка которая на ноге которая от моря дальше но связка которая к морю ближе то есть у вас все время будет работать Те связки на коленах СМ сильнее Которые ближе к морю И если вы будете бежать в одну сторону Очень долго, километров по 5, по 6 А то и может быть 10 в одну сторону 10 в другую То вы можете эти связки очень сильно перегрузить Они к этому непривычны И вы получите себе серьезную проблему У вас потом колени болеть будут Очень и очень долго Поэтому моя рекомендация Смотрите, такая Пока вы не принавырялись Пока у вас нет опыта То сколько бы вы не захотели пробежать 5-10 километров или сколько-то еще Бегите в одну сторону километров В другую сторону километров В одну сторону километров В другую сторону километров Может даже вообще по 500 метров И так надо делать первые несколько дней И вот когда уже связки ваши привыкнут Стабилизация будет адекватная И компенсация самого бегового процесса выровняется Вы можете бежать уже в одну сторону 5 километров В другую сторону 5 И все будет абсолютно нормально Вот такой вот маленький лайфхак Я думаю, вам это, в общем-то, поможет Потому что это, на самом деле, серьезная вещь Очень часто бывает так, что человек, который спортом занимается Довольно много приезжает на отдых И он хочет заниматься, то есть ему вообще кайфово Бывает такое, что человек, который никогда не занимался Приезжает на отдых и говорит Вот здесь самое временное Пока была работа, я не мог, а сейчас буду И во все тяжкие По пляжу туда-сюда, туда-сюда Все, ноги не работают через день Или на следующий день И на этом все заканчивается, надо восстанавливаться А отпуск всего-навсего 10 дней Или, ну, там, две недели В итоге из них одна неделя вылетает А потом уже есть остаточный травматизм Как-то боязно это делать И человек уже до конца там отдыхает Что я, в конце концов, отдыхать приехал Или спортом заниматься И, значит, дело пропало Так вот, чтобы не совершать таких ошибок Слушайте мои, значит, аудиоподкасты Смотрите мои видео Обязательно подписывайтесь на канал Доктор Шилов Это на Ютубе А также в Инстаграме Докторшилов.ком И на Ютубе Докторшилов.ком На мой канал на Ютубе Шилов М Или Михаил Шилов Лайв Ченел Шилов Тоже канал Это на Ютубе Ну и в Инстаграме Все там одинаково Совершенно Одинаково называется А вам удачи, друзья Занимайтесь спортом И все у вас будет отлично получаться До встречи в следующем видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok